Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейший Ди. Если вам интересно, что это за канал такой, на который вы случайно забрели на просторах Ютуба, то это криптоканал, который любит копать информацию больше, чем все остальные детективы мира вместе взятые. Как же вы не знаете вещи, которые известны каждому школьнику? Человеческий мозг — это пустой чердак. Куда можно бить всё что угодно, дурак так и делает, тащит туда нужное и ненужное. В моём чердаке только необходимые мне инструменты. Их много, но они в идеальном порядке и всегда под рукой. А лишнего хлам мне не нужно. Ну вы знаете, время для очередного расследования. Я уверен, вы заметили, что в мире формируются два лагеря мнения о том, как мы должны восстанавливать экономику. С одной стороны, у нас есть те, кто думает, что эта паника была искусственно раздута, и пришло время двигаться дальше, снова приводить в движение колёса экономики, отменяя все карантинные ограничения. С другой стороны, у нас есть те, кто считает, что следует проявлять осторожность, и возобновлять экономику нужно только тогда, когда мы будем на 100% уверены в том, что ей ничего не грозит. Я живу в Украине, у нас пока что большинство за продолжение ограничений ради безопасности для здоровья и жизни граждан. Но в таких странах, как США, разрыв между сторонниками и противниками локдауна становится всё сильнее. Ведь в течение этой недели четыре штата решили снова открыть свою экономику, после того, как Трамп выпустил руководство о том, как именно штатам запускать поэтапные открытия, но только при том условии, что проведённые тесты больше не зафиксируют новых случаев COVID-19. Сперва губернатор Джорджи Брайан Кэмп объявил, что спортзалы, маникюрные салоны и другие подобные бизнесы откроются в пятницу, а другие более крупновместительные места, вроде театров, могут начинать работу со следующего понедельника. За этим последовал вот такой твит Генри Макмастера, губернатора Южной Каролины. «Я восстановил доступ к общественному пляжу, позволив местным использовать его в своё благо. Я также разрешил открыть некоторые ранее закрытые магазины, но они должны соблюдать строгие меры социальной дистанции. Пожалуйста, берегите себя и следуйте всем рекомендациям экспертов общественного здравоохранения». За ним и Билл Ли, губернатор Теннесси, заявил, что не будет продлевать приказ о домашней изоляции, срок действия которого истекает 30 апреля, и что некоторым предприятиям будет разрешено открыться уже в следующий понедельник. И, наконец, Техас, где на прошлой неделе губернатор Грег Эбботт объявил о создании группы ударных сил для восстановления экономики с подходом более стратегическим, чем у губернаторов трёх вышеупомянутых штатов. Таким образом, четыре штата в скором времени вернутся к экономической нормальной жизни, хотя всё ещё будут в силе меры предосторожности, такие как социальная дистанция, например. Но тот факт, что лидер штата ослабляет меры предосторожности, только подтолкнёт людей к сокращению этой дистанции. Медленно, но уверенно. Ведь это происходит даже в тех штатах, где запреты снимать не собираются. Да и у нас в Украине я видел, что это за социальная дистанция такая, где люди у входа в магазин чуть ли не обнимаются под ручку. Но, если ситуация и вправду была раздута, то эти штаты на фоне всех остальных будут выглядеть очень умными, ведь они просто двигаются дальше, пока остальные регрессируют. Или же они станут новыми горячими точками, ведь Джорджия действительно поспешила. У них 14-й самый высокий уровень инфицирования среди всех штатов и 7-й самый низкий уровень тестов за сутки. Затем, если взглянуть на карту США, мы увидим следующее. Три из четырёх заново открывающихся штатов окажутся рядом друг с другом. Теперь, чтобы понять, нужно ли открываться штатам, стоит присмотреться к странам, которые уже через это прошли и уже открыли свою экономику к нормальной работе. Это, например, Китай. Но люди должны осознавать, что получить правдивую информацию о том, что происходит в Китае, практически невозможно, если только вы не находитесь в Китае. Во время вируса произошли различные ограничения доступа к интернету и VPN-сервисам, что заглушило голоса их населения. Хотя вот что на 100% верно о Китае, так это тот факт, что 40% их рабочих мест находятся в промышленном секторе, например, в горнодобывающей промышленности и на предприятиях. И то, как они работают, полностью отличается от того, как работает экономика США. Эти фабричные производства привыкли к авторитарному контролю задолго до вспышки вируса. Поэтому антивирусные действия, предпринимаемые китайскими властями, оказались местным жителям достаточно привычными. Многие из этих условий так уже были, еще перед паникой. И с тех пор, как китайцы вернулись на работу, в менеджменте лишь продолжительно контролировали строгие меры социальной дистанции, например, во время обеда. Что было легко и в домашних условиях, где китайцы привыкли быть под пристальным взором своего работодателя и своего правительства. Вы думаете, американцы будут мириться с такими обедами? С этой новой нормой, с новыми условиями жизни? Конечно же, нет, такого не будет. Когда фабрики и другие предприятия в той же Джорджии откроются снова, люди будут держать дистанцию, возможно, первые несколько недель. А возможно, даже несколько дней. Но с течением времени они будут еще больше приближаться друг к другу. Вот это по-американски, а не по-китайски. Так почему же вдруг в прошлом месяце все были рады закрыть ее экономики, а сейчас корпорации, штаты и даже президент готовы снова ее открыть? Ну, ребята, вы знаете, что приключилось с нефтью. На фьючерсах торговали отрицательными ценами. Продавец в буквальном смысле платил покупателю, чтобы тот забрал нефть, которую ему бы еще и доставили. На, возьми мои деньги и на, возьми мою нефть. Вот что это было. С ума сойти, правда? Тот факт, что черное золото ранее являлось обязательством для подавляющего большинства людей, показывает, что экономики должны быть открыты. И они должны открываться прямо сейчас. А иначе мы столкнемся с крахом, никогда не виданным раньше. Цена на нефть является мерилом корпоративного потребления. Снижение же цены на нефть сигнализирует о том, что корпоративное потребление вот-вот навернется с высокой скалы. Вот почему корпорации, которые зависят от того, как много и часто вы потребляете, выпускают эти рекламные ролики, абсолютно тождественные в своем посыле под грустную музыку. Мы здесь, чтобы вам помочь, говорят корпорации под грустную музыку. Уверен, что вы видели эти корпоративные рекламки и в Соединенных Штатах, и в Российской Федерации, и в Украине, и в Германии. Корпорации отчаянные и пытаются играть на струнах ваших сердец. Но вы знаете, я им не верю. Эти корпорации, большинство из них в погоне за прибылью становятся ужасными. А многие из них получат спасательные деньги, эту финансовую помощь от правительства, и что они с ней сделают, что они вообще собираются делать. Уволят американцев, дадут бонусы исполнительным должностям, зато работягам либо уменьшат зарплаты, либо не выплатят их вовсе. К сожалению, все это происходит прямо сейчас, пока мы с вами болтаем. Не могу сказать вам, ложь это все, или часть контролируемого плана, или же реальность, которую миру стоит бояться. В прошлом месяце одна из главных альтернативных теорий заключалась в том, что это могло быть смертельное биологическое оружие из лаборатории. Кто-то даже приводил примеры из Симпсонов, типа они все предсказали. А теперь что? Альтернативная теория, что это все вообще было фейком. Но в том-то и дело, что не важно, что это такое. Важно, что это подтолкнуло раздутый глобальный пузырь к его окончательному концу. Если вы следите за иерархией контроля активов, то наверняка заметили, что что-то готовится, что-то особенное. Все знают, что доллар США находится на вершине пирамиды контроля активов. Это валюта США, которая черпает свою силу из нефти, еще одного актива, который совсем немного ниже доллара США. Сырая нефть получает свою цену и силу от следующего актива, который в пирамиде располагается ниже доллара и нефти. Фондового рынка, который состоит из акций корпораций, зависящих от потребления, которое фактически подпитывается нефтью. И, наконец, прямо под вышеперечисленными активами находится актив недвижимости, который владельцы корпораций покупают с целью богатеть еще больше. Вот такая она пирамида контроля активов. А теперь взгляните на пузыри, друзья. Реальные деньги – один из самых маленьких пузырей. Да что там, есть всего-то 1,67 триллиона долларов настоящих физических долларов в активной циркуляции. В январе 2019-го это составляло всего лишь 1,7% от всех денег в обороте. С недавним ростом фондовый рынок уравнял свою значимость. Мировой долг составил 184 триллиона. Правда, на данный момент он перевалил уже за 200. Не столь важно, цифры все равно остаются огромными. Пузырь недвижимости раздулся до 217 триллионов, а деривативы стали самым огромным пузырем – 532 триллиона долларов. Кстати, сюда же относятся и фьючерсы на нефть. Наряду с крахом нефти мы сейчас наблюдаем нечто особенное, друзья. Конец нефтедоллара и развал пирамиды контроля активов. И это будет знаменовать конец господства США. Но кто же придет ему на смену? И биткоин, и эфириум, и дефай за ответом в карман не полезут. Ну и сами Соединенные Штаты за этим спокойно наблюдать не будут, а попытаются удержаться на вершине пирамиды с помощью цифрового доллара. На этом у меня все. Меня зовут Богатейший Ди. Подписывайтесь на канал, делитесь видео с друзьями, комментируйте обязательно. Богатейте и не болейте. До скорого. Редактор субтитров А.Семкин